И в продолжении темы, далеко не все руководители управляющих компаний согласны с оценкой их работы. Напомним, областная жилищная инспекция представила рейтинг управляющих компаний. 146 обслуживающих организаций в зависимости от качества их работы разделили на три группы. По мнению авторов рейтинга, это поможет туликам не ошибиться с выбором коммунального предприятия. Критерии при оценке эффективности были самые разные от наличия долгов перед ресурсоснабжающими организациями до сроков замены перегоревших лампочек в подъездах. Как должна оцениваться работа жилищников по мнению жителей, расскажет Сергей Речец. Дом для них начинается с подъезда. Валентина Васильева, председатель совета дома номер 14 по улице Максима Горького, к себе на этаж водит соседей на экскурсии. На стенах картины, на подоконниках цветы. Всего этого жильцы добились вместе с управляющей компанией. Не стали спорить друг с другом, а начали диалог. Я обращаю, то, что в подвалах делается, это самое главное. Где течет, где там прорвалось. Второе, вот плохо, то, что вот эти лампочки, они быстро перегорают. Но такое сотрудничество для области пока исключение. Чтобы помочь жильцам определиться с выбором управляющей компании, региональная жилищная инспекция разработала рейтинг обслуживающих организаций. В нем десятки критериев оценки их работы. От отсутствия долгов до своевременной замены перегоревших лампочек в подъездах. В зеленую зону попали УК, у которых все хорошо, в красную – без пяти минут банкроты. Безусловно, важным являются и критерии такие, как, скажем так, нерешенные какие-то обращения граждан, или наоборот, количество решенных обращений. Здесь тоже можно сделать вывод о том, насколько тесно управляющая компания взаимодействует с населением. Не совсем понятны параметры оценки работы управляющих компаний и для жителей. Для большинства из них критерий один – выполняет ли УК их требования. Критерии, которые есть, по которым их ГЖИ отслеживает, они не совсем для нас понятны. Мы не понимаем, откуда их берут. Соответственно, когда смотришь рейтинг, мы даже некоторые управляющие компании, мы даже не знаем, кто это, что это, хотя они вроде работают в Туле, стоят там в рейтингах в зеленой зоне, а по сути даже о них и не слышно ничего. У них в управлении может быть там дом, два. Рейтинг управляющих компаний госжилинспекции обновляет каждый год. Жильцы многоквартирных домов надеются, что при составлении следующего списка добросовестных и нерадивых коммунальщиков власти учтут и их мнение. Сергей Речиц, Андрей Ремезов, Тульская служба новостей.